Здесь не было вот таких перекосов. Вот это главное. И потом вот эту ткань, видишь, я вот сюда, да, двигаю, да, к краю стола. И потом делаю такое движение. Ставлю руки и чуть-чуть растягиваю ткань. Чуть-чуть растягиваю и чуть-чуть подтягиваю. Поняла? Растянула и подлинула. Тогда я вижу, как она тут может выпасть, может тут выпасть, может еще где-то. Вот, а потом главное вот это движение вот так. И чтобы этот край у тебя не висел, там самым, не свисал, потому что будет постоянно падать. А надо, чтобы он лежал на чем-то. Опять вот так, ну, раздвинула и чуть-чуть подтягивала. Все, видишь, а тут же лег сам вот эту часть. Четко-четко-четко к краю стола. И потом мы начинаем с того, что мы проводим прямой юбок. А, сейчас ты уже теперь то же самое сейчас сделала. Ну, снимай, снимай. Так, берем углу нашу. Проводим сначала прямой юбок. Это для прямых юбок, для платьев. Под стол. Не под кромку, а относительно стола. Стол же у нас ровный. Вот здесь вот самый минимальный край, который я тут могу захватить. И я вот так пальчиком держу. Вот так вот, видишь? Вот как раз твоя новая линейка пригодилась. Да. Вот. Вот так вот поставили и проводим. Очень важно проводить эту линию, придерживая место, где вы проводите, рукой. Чтоб она не потянулась, не скривилась. Вот так, видите, рукой и провели. Ну, почему в другую сторону сейчас кроим? Потому что у нас выкройка, это вот так, Ляш. Мы сейчас вот так будем кроить. А у Инны в другую сторону. Потому что если можно было с этой стороны встать, ну, ну, не получается. Так. И теперь переворачиваем эту линейку. Смотрим, что у нас тут с кромкой. Так, чтобы никто не видел ничего. У нас здесь практически отсутствует таковая кромка. Вот тут нету вот этих вот дырок пробитых. У нас только вот эта вот бахрома. И все. То есть, фактически, мы можем где-то вот, ну, на 0,5 на сантиметр ровнять вот саму вот эту кромку. И дальше от нее прикладывать самую кромку. Тоже к этой линии, которая была проведена, ничего не накалываем. Только начинаете вкалывать, вот это все слетает. Вот оно даже четко должно лежать. И все. И просто не просто меня так вот положили до самого-самого микромиллиметра. Вот. И теперь проводим вот эту часть. Я, ну, как бы, рекомендую для юбок делать 10-сантиметровый припуск внизу, пока не отработана выкройка. Потому что, хорошо, у Вики сделали плюсом 10 сантиметров. Он говорит, нет, нет, я хочу там выше. А как хорошо сегодня платье смотрелось? И мы на сантиметр сделали припуск внизу. Ну, на красном, который уже указан. 10-сантиметровый припуск. Да, внизу. А, внизу. Вот. Вот я его намечаю. Да? Я еще проверю. Вот. Соединяем вот эту линию. И сейчас Бон накладывает нашу выкройку. Я же выкройку твою проверила, да? Да. Все, провели линию. И теперь давайте выкройте. Очень аккуратно. Вот тут теперь можно положить эту линию, чтобы случайно не сдвинуть. Кладем сначала заднюю половину форму, чтобы вот это вот так вот не это самое, не скручиваем в другую сторону. Я жрень глазу. Ну, или гладить, ну, дыши, лишь. По качеству этой линии. Там иголочка, аккуратно. Ой, прикольно. Кто мне раньше показал, что я не могу, что это так складывать. Теперь вот это, у нас же это как шлица, так и припуск. Тут я думаю, просто будет смотреть вниз головой. Я... Ну, сейчас у Инны сейчас это же. Сейчас я ей не то же самое буду делать. Вот, вот так положили, уравняли. Девочки, дайте побомжевать иголочек, пожалуйста. Не иголочки мне нужны, а эти, твои линейки где еще? Нет, ну, вот они. Я же не знала, что их надо все. Да, никаких иголок сейчас. Никаких. Город Симферополь. Год. Фамилия, имя, отчество. Это мои волшебные линейки. Ты что? Пришли, да. Вчера пришли. На всю жизнь. Так, ты что? А, у меня вот они уже 16 лет. Да? Они как всегда делают. Вот. И теперь вот мы ее положили. Просто фиксируем. Никаких булавок сейчас. Вообще никаких. Поэтому я предпочитаю вот эти выкройки делать. Или на ватмане, или на обоях. Ну, не на кальке. Она теряет форму, все остальное. Все, зажали. А теперь мы берем с тобой. И вот так обводим. Вот так. Уголочек вот этот вот. И повели. Сначала обводим. Да? Полностью. Вот эта линия шлицы. Мы ее отмечаем. Ну, и здесь обводим. Придерживаем, обводим. Вот обвели. Да? Вот эти выточки вот так вот делаем. Такие вот штучки. Это центр зада. Это шлицы, да? Да. Потом. Дайте две булавочки. А, вот одна. Ну, достаточно одной даже. Чтобы перенести эти выточки, мы потом вот так вот. Нет, ты снимай, снимай. Вот так вкалываем и оставляем. Значит, что нам нужно дальше? Лен, дай вот эту оранжевую линейку. Вот здесь у нас ровно сантиметровый припуск. Мы его рисуем не от линии намеченной, а от самого лекала. И вот так вот идешь. Вот так вот. И намечаешь вот так вот. Именно вот по вот этим вот вогнутым здесь линиям. Никак не по-другому. Вверху у нас ровно сантиметровый припуск, как делаешь. А здесь ровно два сантиметра. Прям до миллиметра. Я потом вы будете снимать и покажу, зачем. Ну, ты нам уже знаешь. До миллиметра мы идеальную твою выкривку сделаем. Вот. Вот так вот. Пошла, пошла, пошла. Вот так вот. Весь вот этот вот акад. Он такой кривенький. Ну, акатистый. Кривенький, акатистый. А вот здесь дальше у нас уже идет прямая линия. Нам достаточно вот здесь вот так положить. И вот так по прямой провести. Будет легче и проще. Правда? А здесь вот доделаешь, а здесь доделаешь. Вот. И вот эту линию я сразу вот так допрошу. Понял? Вот это сейчас делаешь, а Инна, ты продолжай снимать. Вот это доделаешь. Вкалываем, чиркаем стол. Вкалываем, чиркаем стол. Потом поворачиваем вниз головой. Потом делаем такое движение. Выше, выше возьми. Выше. И вот так. Видишь? Вот они оголились. Вот они. Выше снимай, сейчас будет меньше. Понятно? И просто вот. Там же булавка, и булавка все равно оставляет след. Я просто по булавке рисую. А это я переношу тот самый. Ну, крестик вот этот вот, да? И все готово. Убираем. Главное, чтобы тебя никто не двигал. Почему девочки там сидят? Потому что я знаю, что ты неприкосновенно сейчас вкроешь. Ни Нина, ни ты. А поэтому мы все там сидели в курсе. Вот так. Оп. А там, простите, у меня 19 лет стало. Ну, в эту точку. Ну, в эту точку. Ну, вот эту. Иди покушай. Иди покушай. Иди покушай. Торт съешь? Да я ем торт. И каждый день. Вот это у меня у моей знакомой. Такая же переноска. Конечно. Провели, да? Такая же переноска. Такая же переноска. Ага. Ага. Теперь что дальше делать? Здесь по самой выступающей части, вот бедра. Видно же у нас, что самая выступающая? Ну, прям так два сантиметра. Мы же выкройки все добавили. А теперь прикладываем выкройку. Аааа. Классно. Просто будем знать куда ее там пихать. Мы же экономить будем. Ну, еще что-нибудь. Классно. А там разве не сгиб у нас? Сгиб? Мы сейчас покажу, как сгибим. Потому что у тебя мало того, чего остается. Ааа. Если бывает, да. Вообще класс. Да. Слушайте, насколько проще. Вообще. Вот это я могу. Вот это я могу. Все вот это. Вот. Я покажу. Все остальное. Все расскажу. Покажу. Здесь только вот это. Ну, можно. Так. Давай. Тут уже два боковые сантиметра. Здесь не будет. Давай. Вот так накалываем. И то что. В один слой. То стои. В один слой. Вот так. Потом будем по этой линии смещать. Тут у нас все нарисовано. И все есть. Только вот это вот. Вот так вот. Вот там уже был сразу до черти. А я билая дурька. Я должна наколоть света вот. Вот здесь света. Вот тут вот. Вот тут вот. Вот это. В один слой залазишь. Вот так. Вот так. Вот так. А я не знаю. Это твои запасы нельзя. Музель. Музель. Давай заберем. Наш. Да. Ну, в один слой. В один слой. Средний слой. Вот так вот. И вот так. Непонятно. Там где же должны иголочку. Идите. Накал. Откуда могу убрать пояс? Здесь. Вернее отсюда. А, ну, все. Все, все, все. Минуточку. Ну, ладно. Мою можешь делать. А я потом с него... Ну, давай я подожгу. В лавочке. В лавочке. И вот такой. Я вообще люблю вот так его вставить. В лавочке. В лавочке. Вот. В лавочке. Вот. Пожарим. Вот. Четко под блавочками. Сейчас будем дальше. Я уже смотрю, что у меня там как раз точку в точку. Вот. Здесь точно. Четко под брасколой. Ложится с милым лавочками. Четко под брасколой. Только тогда мы ее вот так напали. Четко под брасколой. Четко под брасколой. Вот так накалываем всегда параллельно низу булавки. Скажите где-то 10 сантиметров и вырезаем здесь вот как раз по нашему прямому углу жик-жик-жик-жик. Ну а тут сейчас мы сделаем пояс из данного. Здесь то же самое вот так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И все, то же самое. Если вот так, вот и все. Чтобы вот этот ровно отрезать, надо держать его в руках. Так, тогда ровно будет. Ну интересно. Кололи, только вот тут вы всегда оставляете такой хороший такой крестик. Потом, видишь, он слабенький и слабоватый. По булавке прочертили. Теперь ее выкалываем. Вот эти обе. И вот с этой надсечкой вот так вот проводим. Только перед тем, как проводить, вот так, протянули ее. Все. Так, вот, она улеглась. Теперь точно ровно все будет, да? На той же? Да, точно так же на второй. А надсечки сделать? Да, надсечки. Я всегда делаю вот тут по переду, по центру, на всякий случай. Вот это переднее, но они у нас меньше. Это почти по 0,5 у тебя. У нас они по 2 мм. Так. Вот так. Вот конючка очень тоненькая. Ну, как раз на лето, в принципе. Ну, что, в общем. Ну, здесь тоже самое. Мы вот так вкалываем, переносим, как я вот сейчас показываю, да? И это. Тут мы сделали. Вот они. Вот тут внизу, буквально 2 мм. Здесь вниз вот этого. Да? Успользовать такой подъемки. Вот это. Центр зада. И мыточки. То есть. Бывает. 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 Все. Вкалываем. Отсюда. Дометаем до самого низа. И метаем мы. Раньше на полвосьмого. Ну, это сильная большая. Вот такая. Начинает. до самого-сюда. До самого-самого. И обязательно делаем закрепку 3-4 раза на одном месте. Только потом дальше мы начинаем промерутывать. промерутывать. Давайте 3 раза. Хорошо. Держим. И будем метать не слабо. И не думать. Что мы сделали? Она есть. Да. Сейчас покажу. Сейчас покажу. У нас наказывает начало эту среднюю мнение. Нужно так. Ты. 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 И вот до сюда металли. Ты тоже самое делаешь. Да. А потом все раскалкивается. А все. И все. Хорошо. Это наметали. И абсолютно все расставлено. Сколько? А тоже самое я тебе даметал. Я давила. Только вот тут вот у тебя. Чтобы метать у нас должна быть наколка. Мы еще ездим. Это просто что-то не было. Они там через одну. Да. Мы тогда этого вообще не делали. А наоборот. Нужно вот это. Да. Вот ты где метаешь. У тебя должна быть пересеченная линия. Вот так вот. Сейчас мы уже все берем. Вот это. А потом все раскалкиваем. Расскалкиваем. Такой момент. А поскольку мы делали, смещали боковой шов на передней части юбки больше, чем на задней. Показываю вот сюда. Вот не одинаково. А здесь у нас, например, столько же. А спереди мы снимали больше. Потому что у нас тут практически нет вытачек. А здесь у нас целых две. Поэтому мы здесь снимали больше. Следовательно, вот эта линия, она у нас, если промерить ее вот так, например, вот 18. А здесь будет там 16 с половиной, например. Да. Разница в линиях в окатах будет. Если у вас будет полосочка или клеточка, вы обязаны ее скалывать снизу, еще и уравнивая полосочку клеточку. Но не отсюда. Если будет одинаково, как вот здесь, с двух сторон, тогда мы отверха скалываем. Потому что мы обязаны всегда отверха скалывать. Но мы же делаем тут манипуляции, поэтому отсюда нельзя. У нас полоска или клетка собьется. Тут будет ровно, а здесь пойдет криво. Еще и выпасть может здесь 0,5 см. где-то примерно. Поэтому мы сейчас в ваших юбках, у нас же у вас такой же эффект, да? Получался, что здесь мы больше брали, а 5, а 6, например, там чуть ли не 7 сантиметров, а а 5, а 7, 4 там сантиметра, например, да? То есть мы будем сейчас от низа скалывать. А если это будут брюки или платье, то мы обязаны его так скалывать. Смотрите. Мы должны, вот я сейчас просто боковой показываю, как надо было бы, мы скалываем его вот так, уравнивая здесь. Тут у нас просто припустыня. Сейчас нарисуем. Двухсантиметровый, да? Вот до самого мельчайшего миллиметра вот здесь. Мы не вот это уравниваем, это просто тут сейчас так совпало, а вот эту часть. Видишь? Вот эту часть скалываем. В данном случае у нас она ни полосочка, ни клеточка, то есть мы можем посмело отверху, а уже по низу ровнять. А если полосочка или клеточка, или еще какой-то рисунок, то только снизу надо будет ровнять. И что мы делаем? Вот так положили и вот так накалываем. Смотрите, вот этот вот нюанс такой сейчас. Только на столе и только на столе. Больше ни на чем. Вот так вот мы положили. Вот так вот. Вот так вот. Как ровно лежит, так мы накалывали. Я же могу дома ее шить, правильно? Ну, типа тюрем. Надо же там еще кое-что сделать. Вот так. Пока она ровненько лежит, мне вот этот бок интересует. вот здесь. И главное мы уравниваем вот эту одну и вторую ткань в стык. Уравниваем. Поэтому я вот дальше не накалываю, не смотрю. Мне вот оно ровно лежит. Вот до сюда. Я вкалываю булавку. Все. Теперь начинаю дальше делать. Вот. И она тогда дальше начнет выкладываться на линии. Потому что у вас у всех свои собственные окаты бедра. Вот. И вот дальше я вот так кладу. Вот. Пытаюсь здесь уравнять. Причем важно, чтобы там ровно резали, кроили, еще что-то. Ну, вот выпадает оно на 2 миллиметрика. Это ж я. Ну, ничего страшного. Нет. Просто не насилуйте ткань и специально не надвигайте. Вот в данном случае, вот в этом боковом. А вот как лежит? Ну, тут можно смело вот до сюда накалывать булавками. Всегда только на столе. Ни в коем случае не на руках. Ну, на полу там, в крайнем случае. А потом уже на руки можно взять. Вот. Накалываем. Мы всегда на столе или на поле. И вот дальше, да? Так вот положили. Вот. Буквально на 0,5 уходит разница. То есть была бы клеточка, но бы от нее заботилась. Еще там при клеточке отдельное видео будет. Там отдельные нюансы есть. Поэтому для первых изделий лучше клеточку полосочкой не брать. Конечно. Ну, все видели зеневка. Зеневка. А, да. Зеневка. Дипломная работа в земле. С этой полосочкой. Понятно? И теперь тоже. Вот там от низа и от вверх и не важно. Главное, чтобы вы вот от края, да? Ну, просто я показываю, что он тут меньше там. Да? Начинаете три раза на одном месте и пошли ровно на два сантиметра метать. Тут надо навести эту линию. Так, что делаем с выточкой? Вот с этой. На металле, а потом ко всему остальному будете приближаться. Дальше. Значит, как вот с этой выточкой? А, вот тут нарисовали. Ну, допустим, вы ее не прорисовывали. У нас там она буквально по два миллиметра была. Это передняя выточка. Она у нас чисто символическая. Нужна для того, чтобы вот так взяли, да? По ровной линии вот так положили и накололи. Мне очень важно, чтобы вы мне показали на примерке, где она начинается или заканчивается эта выточка. И вы тут метаете ровно за два миллиметра. Вот ровно за два миллиметра. Так, чтобы захватили. И здесь в конце обязательно закрепка. Три-четыре раза на одном месте, но чтобы я видела, где она закончилась. То есть начало, закрепка, конец. Нет. Как обычно. Все как обычно. Вот так на два миллиметра. Чтобы я видела, где она осталась. Потом на примерке мы с вами выясним. Она подходит, надо выше, ниже ее. Или что с ней делать? Это будем уже дальше смотреть. Это передняя. Но задняя уже там совсем легко будет. Вот так положили. По средней линии так взяли. И вот так вот. Тоже желательно все это дело накалывать на столе. Вот. Уравняли. Вот здесь надсечки наши. Вот смотри. Оп. Видишь? Надсечки сохвали. Вот. Вот тут накололи, где ткань очень такая живая-живая. В плане того, что она, вот она прям такая как со стретчем таким. Вроде это не трикотаж, но ведет себя как трикотаж практически. Вроде костюмный ассортимент, но такая очень коварненькая. То есть ее можно слегка, вот я даже вот так беру, смотри, она у нас по долевой тянется. Слушай, а что-то мы не посмотрели по крови. Нифига себе. Ай, ай. Сейчас реально не сдвинуться. Это говорит о том, что на попе будет вытянется. А ширину вообще не тянется. Надо было, наверное, наоборот, краить. Надо было, наверное, наоборот, краить. Да, представляешь? Я даже не посмотрела на это. Ну и что? Я уже эту, да? Книжечки смотреть. Да. Я ничего не поняла. Открыла, посмотрела и закрыла. Почитать надо, попробовать. Потом смотрите. Эрка, эска. Обыкновенное обменточное шоу. Эрка – это ролевый шоу. Сначала надо убрать нож вниз. Потом нажать вот это. Не должно быть. Да. И вот сюда, на ролевый, сюда убираете. Но я предпочитаю делать ролевый шоу с ножом. Ну, там надо смотреть от ткани к ткани, как лучше. Вот. И вот здесь мы меняем вот тут. Пукувочка Р. А это обычно я так и оставляю. Давай кусочку. А потом только вот. Вот. Получайше. Угу. Вот. И я еще люблю растягивать, чтобы еще более солнечная юбочка была. Чтобы можно еще вот так тянуть. еще будет более волнистая внизу, еще более волшебная юбка будет. Но так по-разному. Можно тянуть, а можно не тянуть. Какой вам эффект нужен? То есть тут надо будет смотреть. Так. Посмотрим, как он тут будет. Сейчас настроим. Уверху. Надо, чтобы ты обязательно хотя бы полмиллиметрика связала. Видишь? Угу. Угу. Вот эти. Обязательно. Обязательно. Уверху. Обязательно. Нет, нет. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Для ролевого шва даже ничего менять не надо. Ты тянула сейчас? Я сейчас тянула, да. Ну, тут более прямая вот эта часть. А на вот этих, что нужно, чтобы более такой игривый был эффект. Вот так тянешь хорошо. Как ты тянешь, когда строчишь боковой шов, так же тянешь и здесь. Вот так. Сильно тянешь. Сильно. Вот так. Сильно. Тут просто юбки солнца тоже спереди идут долевая, а по боковым долевая. А дальше она такая косая линия идет. Вот тут уже пошла косина. Видишь? Вот она тут хорошо растягивается. Здесь она тоже. Тоже можно и тянуть, да? Нет, нужно. Здесь и тянуть. Получи вот этот волшебный эффект. Мы потом еще его заснимем. Сейчас ты берешь этот кусочек и чувствуешь ткань, учишься. А потом только... Сейчас я просто кусок покажу вам, как вытянете. Вот, видишь, вот эффект пошел. Вот это вот. Тут прямая часть, но оно прямое. Обязательно обрезай, чтобы вот этого вот потом меньше было вот этого всего. Вот, видишь? Вот. Начинает так. А в общей юбке он еще волшебнее этот низ получает. Ну, мне больше так нравится, а так как скажете. Вот. Ну, это под ткань надо будет подстраивать. Ну, или так. Сейчас это нас устраивает. Там, если что, я вот эту поджимаю, если надо. Ну, тут там надо смотреть все равно. Готово. Так, это у нас молния в шлице. Наводим линии. Тут она еле видна. Середина зада. Да? Тут у нас уже закрепочка. Ну, тут часть среднего шва зада построчена. Скажи мне, ты промерила вот это вот линейка? Ну, по 6 сантиметров. Нет, я имею ввиду вот возле оверлока линейку клала. Вот это что? Я специально положила, чтобы выровнять край. Вот так. Чтобы он не вот так как-то выпал. Вот так вот. Да? Я сначала положила вот так вот, чтобы она выровнялась вот эта линия. Видишь? Ровная, скорее всего. Почти. Видно. Нет. Видно, скорее всего, на этом. Ну, видно, да. Вот. Да? И вот эту вот теперь вот так вот. Видишь? Угу. Теперь с другой стороны мы ее. Значит, что по поводу этой. Эту мы с тобой будем наметывать ровно где-то примерно на сантиметр. Вот так. Четко сгибая по вот этой линии. Эта. Ну, если вот так, смотри, то это правая сторона. У женщин справа налево всегда застежка. У мужчин слева направо. Какие-то производители этим пренебрекают. Вот. Справа налево, да? Вот это. А с этой стороны у нас с тобой вот так вот. вот эту линию мы как бы восстанавливаем. Вот так вот. И от нее наводим ну 0,5-0,7 вторую линию. И к ней будем сейчас накалывать и пристрачивать молнию. Это молния. Еще раз напоминаю, шлицы. Вот. Теперь берем нашу молнию. Устанавливаем. Немножко пытались проверять расстояние. Вот. Вот. Примерно вот так. Тут где-то на сантиметре. Здесь вот от этой вот заклепки мы ее ни в коем случае туда не прячем, ничего вот так не делаем. Мы ее должны вот эту потом отделочную строчку, которую вот так вот пойдем вокруг делать. Это все будет видео. Мы должны на сантиметр, от сантиметра до полутора вот так поставить. Тогда нам легко будет здесь поворот делать. Да? Но не впритык. И она должна быть видна. Но она даже когда ты будешь расстегивать молнию, не будет видна. Но если туда вот так вывернуть, она должна быть видна. Вот так нельзя строчить отделочную строчку. Эта молния может, ну, сколько-то пожить. Это я так делаю. Сколько, я не знаю. Так. И вот к этой линии вот так вот накалываем вот эту молнию. Так вот. Так. 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 Ну, лавочками. Да? Так. Так. Вот так вот. И будем сейчас с тобой строчить. И здесь вот так. Четко-четко вот так доверху. Получается до верха сантиметра где-то, да? Да. Ну, желательно, чтобы вот это было до сантиметра. Ну, мы уже тут решили с тобой так оставить как-то, да? Наметили. Пускай уже так и будет. Ну, вот тут она вот эти вот штучки. Вот эти штучки. Вот обычно вот эти штучки до верха где-то сантиметра. Можно один и два на всякий случай сделать. Вот так? Да, вот так. Просто раз и еще. Да, да. Можно отсечки поставить, чтобы они завернулись там. Вот. И будем сейчас строчить по вот этой бороздке или по второй бороздке. Да? Закрепка. Закрепка вот тут. Еще? Угу. Так. Прострочили на металле. Теперь берем любой журнал. Хоть тетрадку там, не важно. Вот. И этот накалываем на чем-то в таком скользком. И к этой линии закалываем вот эту часть. Вот. Вот. Вот так делаем. Оп. 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 Ой, мне так нравится. Вот так раз и легло взял. Да. Вот видишь, у нас пошаговая вот эта технология идет, да? Такие чудесные вещи с очень хорошим качеством. Она так раз и сложилась вообще. С очень хорошим качеством получается. Вот так вот. Вот за качеством я тебе пришла. Так, все. 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 Вот они, так сказать, все живут до какого-то времени. Так, вот это вот. Вот. Теперь. Где мы будем строчить? Теперь выворачиваем ее по другую сторону. И вот смотрим так. Половишь. Здесь мы уже строчили, да? Угу. Значит, нам надо прострочить теперь вот здесь. Угу. Я вот так вот кладу ее. Как-то надо было снимать с моей стороны. Что-то заду наперед. Верх ногами. Верх ногами будет потом не очень-то понятно. Сзади меня. Надеюсь. А что? Это нормально. Это нормально. Ну, не знаю. Я когда открою видео, посмотрю. Угу. Вот так вот. Тут тоже. Тут очень важно. Вот как оно заколото. Вот как лежит, она уже вот так и будет лежать. Не надо. То есть ее не надо никуда. Она вот по-другому дальше, меньше, она не ляжет. Тут уже вот так она и легла. Вот. Вот так накалываешь опять булавками. И опять строчим на 0,1, на 0,2. Закрепко, закрепко. Вот так. Если вот тут собачка, ну, сама лапка не сможет пройти. И тут вот так. Надо, да? Наверное, можно убирать. Надо справлять. Никуда. Вот. Тут же мы с тобой прострочили. Тут в начале это. А теперь мы с тобой поворачиваем на лицо. Вот так. Вот так. Вставляем опять же наш журманчик. Ну, вот эту линию можно было вообще с самого начала провести. Не сейчас. Да. А еще раньше. И мы тебе делаем на 3,5. О, хорошо. Там смотрим по объему бедер. От 3 и выше. Да, тогда уже заканчиваю. Я беру живет. Ага. Давай, давай. Так. Три с половиной. Лучше хорошее место есть. Это собачка, да? Ну, он уже спать должен, поэтому так капризничает. Пол первого ложится в садике спать. А что? Где он был? Пошел. Гулял. Так. И вот так вот, да? Так. И вот тут вот, да? Нашли. Раздвинули вот так. Смотрим, где у нас там закрепка. Вот это вот, да? Ну, закрепка закончилась. Да. И потом вот так вот плавненько ее вот так вот сводим, да? Вот так линию. Теперь. Навели, да? Теперь берем и вот эту часть одну отгибаем вот так. Вот. Отогнули. Вот. Это очень важно. Вот так. Отогнули. Раскрыли. Положили. И вот так накалываем. Здесь, наверное, давай. Не знаю, на собачку куда-нибудь деть. Давай я сначала накалю, а потом ее куда-то дену. Вот. Все накалю. Вот эту вот. Потому что она сейчас слетит сейчас все. Если я сейчас по-другому буду все не вести. Вот. Оно вот это заколото все. И вот так вот закалываем. Оля, идем на верлок. Поиск потом можно будет. Поиск потом можно будет. Нам надо подкрыть его с флизелина, а только потом наклеить, надублировать его. Правильно будет продублировать. Важно. Главное, что с вами понятно. Да. Вот так, да? И будем с тобой строчить вот до сюда. Примерно где-то до сюда. Я вот сегодня никак не могу понять почему. Я тебе покажу сейчас. Вот до сюда. Потому что там... То есть я начинаю вот здесь. Ну, я беру, что вот это вот. Вот в эту сторону разлеглось. Или сюда. Тебе легче здесь было строчить, да? Что-то такая фигуристая очень, то самая, собачка. Мы можем чтобы это говорите, что потом только я. Да? Значит, видишь, что происходит. Видишь, я его так делаю, видишь. И что это такое? Набиги будут. Надо еще чаще ставить в лапки. Как-то лучше. Еще чаще. Я же с мамой договорилась. Через каждый сантиметр. Да, она не будет. Да, она не будет. Да, наплывать. Это очень-очень важно. Она же, говорит, справедливо все. Не поражался. Главное, что согласился. Да, ну, он понимает, что ему все равно, мне приятно. Ему все равно придется еще согласиться. Да. Ну, смысл спорить. Это только в этом или вот во всем вот так вот есть ли когда от шов там? Ну, во всей, практически во всех тканях. Здесь надо побольше наколоть, чтобы, я же говорю, вот так делаешь, и начинает так набегать. У нас будет придавливать. Ну да, придавливает и поехали. Вот чтобы вот этого не было, чуть-чуть растягиваешь. Чуть-чуть, но не сильно. Потому что ткань у нас, она очень сильно тянется в длину. Все? Да. Вот эти пока не снимаем. Хорошо? Все. Так. Продолжаем. Теперь мы ее, то, что у нас было там заколото, мы ее вот так раздвигаем. Теперь вот сюда задвигаем. Вот в эту сторону. Все в одну сторону. И мы же с тобой не дострочили вот до сюда, да? Угу. Все. Вот так. Будешь полностью. Вот у нас все у него. Мы закололи с тобой вот так. Вот так вот, да? В лавочкой. И сейчас с тобой строчим вот здесь. Ну, как вот мы тут рисовали. Вот, да? Отсюда вот до сюда, да? Но мне очень важно, чтобы ты вот так начала. Ни в коем случае не вот так. Видишь? То есть не переходим вот эту черту. Вот так нет. Угу. На 0,1 не доходим до... До края. До края, да. Чтобы потом дырки, например, там не получится. Если будут как-то расширяться бедра или еще что-то там. Ну, или, наверное, под натяжением будет. Может дырка какая-то появится. Вот тут. На 0,1 вот так начала. Вот сюда дошла. И вот сюда вернулась. Это крепочку сделала. Или перетянула. Так. И шлицу давай сразу прострочим. Вот. Вот она у нас заутюжена была. Где-то еще в каком-то видео будет как правильно делать заутюжку. Да? Очень важно на журнал положить. Чтобы тут не было опять же вот этих набегов. Ага. Видишь? Вот. Вот оно лежит. И у нас где-то вот. Раздвигаем. Смотрим. Где у нас тут. Вот он. Где-то место. Да? Вот. И вот здесь вот так вот закалываем. вот эту тупенькую кнопку. Именно вот так. Потому что мы вот тут будем сейчас строчить. Я сейчас намечу эту линию. Лучше я потыкаю сам журнал. Но у меня тут никакого наклыла не будет. Видишь? Ровно это все лежит. Вот. Видишь? Угу. Вот. И начинаешь под углом вот так вот. Ну там может. Просто чтобы красиво. Да. Если вот от прямой, то где-то примерно 0,5-0,7 скос. И вот тут до конца не доходим. Вот тут у нас уже закончился припуск. Нам надо не дойти где-то 2 сантиметра. Потому что мы же еще будем с тобой подкладку присоединять туда. Вот так. Давай сделаем. Вот так. И то же самое. Вот тут. Ни в коем случае вот с этого не начинаем. А на 0,1 вот от этих вот трех сложений там. Начинаю я строчить отсюда. 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 Но тут желательно строчить четверочкой. Ну стежок 4 миллиметра. Вот отсюда ты прошла. Поставила. Подняла лапку. Повернула. И желательно стежок в стежок. Чтобы такая красивая-красивая-красивая строчечка была. И вот сюда идеально ты пришла. Ниточки оставила. Выправила наизнанку. Завязала два раза. И вправила между там тканями. Хорошо? Да. Вот давай. И здесь точно так же, да? Я забыла. Здесь на два с половиной, да, Света? Да. Пишу. Так. Это самое. Значит, чтобы осноровить низ. Мы с тобой перед этим наметили вот это вот на сниз. От этой линии мы на 4 сантиметра. Ну, промеряли это где-то будет в видео. Потом, чтобы его правильно осноровить, нам надо сложить боковую к боковому. Четко. Да? Вот так. Ну, это мы сейчас лишнее просто срежем. Это... Вот сейчас, в общем, снимаю. Сейчас я буду все проговаривать. Так. Сколько у нас тут? 14,3, да? Так. Вот тут у нас должно быть под прямым углом. Вот эта линия. Сначала я ее навожу. Вот так. Вот. Вот. Видишь, ткань вот так вот прижимаю вот здесь. И под нее навожу вот так прямой угол. Вот. И вот тут у нас разница, грубо говоря, где-то почти 0,5. Вот тут разница, да? Если здесь 14,3, то здесь по боковому... Вот я даже так проверю. Вот так. 0,5. Значит, тогда здесь 14,3 это 13,8, да? Чтобы сделать вот эту разницу в 0,5, да? Потому что я проверяла тогда на тебе, смотрела, что у нас боковой ровно, перпендикулярно полу. То есть у нас баланс хороший был. Поэтому мы по переду остораживаем и за. Но я не могу здесь 14,3 взять и здесь 14,3. Потому что у нас здесь разница в боковых. Один выше, другой ниже из-за акатистой здесь. Вот здесь вот смотрела вот именно вот этот шов и шов, да? Насколько оно выше. Или, ну вот видишь, даже если я вот так буду ставить, мне это все равно ничего не даст. То есть мне надо... Вот как я тебе разложила вот это вот, да? Обязательно вместе с калором. И мне 0,5 этот надо сделать вот тут вот. То есть 14,3 минус 0,5 это 13,8, да? Вот. А теперь вот так вот положили этот самый... Тоже прямой угол вот тут должен быть. Вот так вот, да? А теперь... Можно, кстати говоря, и вот так вот проводить линию. Это просто у нас лишнее, мы потом срежем. Ну да. О, думаю, что я же хотела тебе показать. Вот так вот. И вот сюда вот к краю стола. Дотянули, да? Тоже так сильно не дотянули. Ну, в общем, то, что вот я вижу, как я чувствую, вот так вот. Видишь, вот я ее тяну, и она ровно лежит. Вот. То есть фактически здесь можно вот эту линию соединить. Видишь, она соединяется. Вот эта линия. Да? Вот этот, просто тут уголок этот расширяли, это в отдельном видео будет. Вот. И теперь от него можно вот так вот на 4 сантиметра отмерять. Вот так. И обрезать. То есть я его раскрывала так, потому что я бы сейчас должна была вот такую плавную линию под вот эту линейку выложить. Но она не нужна, потому что я... все было, чтобы мы уже это все сделали. Так. Вот так, да? Вот. И от нее на 4 сантиметра. Оп. И поровно сейчас срежем все. И сядешь наверлок, обметаешь низ. И сейчас я тебе покажу, как мы низ будем запаковывать нашу шлицу внизу. И режем. Света, если ты бородину в такую пушил, то складку надо? Нет. Нет. А зачем? Если ты белую ткань возьмешь, то есть телесную такую, Света. Качественные вещи такие, которые надо было снимать. Вот. У нас заутюженный вот этот вот боковой шов. Мы его и тут внизу заутюживаем, чтобы у нас не перевернулся этот припуск в другую сторону. И вот так закололи. И сейчас будем вот так обметывать по лицу. Вот так. Ну подходишь, убираешь там. Чтобы он в нужную сторону, чтобы он там не заложился там вот так складочка еще как-то. Ну короче вот эти моменты. Как вытачку, как заутюжку ее. Обязательно. Видишь, вот здесь она выпала, а тут буквально надо чуть срезать. Ну. Начинаем, да? Так. Вот эту мы будем застрачивать как? Вот тут у нас 4 уже есть сантиметра намеченных, да? Вот так. Лицом к лицу. Вот так вот. Загибаем на вот эту булавочку на 4 сантиметра. Я специально на булавочку, потому что линия мыльная, любая. Она может иметь какую-то ширину. Вот. Чтобы мы ее не погрешили там. Ну, не больше, не меньше там сделали. Знаешь, как погрешностей меньше было. Вот. Да? Закрепка, закрепка. Эту сторону. А вот эту, которую мы застрочили. Видишь, она вот так вот. Засроченная вот здесь. Здесь ситуация будет по-другому. Вот так же самое, как я сейчас себе намечаю, будет и обрабатываться пальто шлицем. Низ шлицы именно вот так и будет обрабатываться. Так. Вот здесь мы с тобой намечаем 4. Вот. 4. Вот так, да? Вот мне главное вот этот вот перекресток. Очень, да? Очень хорошо, что она заутюжена, она все видно хорошо. Так. И очень важно вот такую штуку здесь сделать. Сколько с одной стороны, столько и с другой стороны должно быть сантиметров. Как-то тут их выводишь. Тут разные, может быть, клипочка здесь. Но здесь я стараюсь 6 сантиметров, но минимум 4. Если вдруг там совсем с тканью какая-то проблема. Вот. И вот. И мы соединяем. Видишь, 7 с одной, 7 с другой стороны. Все. Теперь вот эти две точки будем соединять. Оп. Здесь очень важно это сделать до миллиметра. Очень важно. Чтобы вот тут они идеально ровненько сошлись. Очень-очень важно. Вот. Видишь? Вот. Вот. И раз. Вот так. Тогда и тут у тебя ровненько все сходит. Вот. 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 Так. Чтобы с той стороны тоже она сошла. Мне кажется, что я тут в лесу вообще живу. Иногда птицы поют, прям как в лесу. так и вот буквально вперед идешь может один раз назад там эту закрепку сделаешь не затянуть этот угол вот так закрепка закрепка и эту сторону вот эту строчишь давайте на машинке так вот эту мы берем выворачиваем так прокатываю и потом будет потом ровно посерединке вот эту сторону из криво там со страчиваем не обязательно должна ли совпадать палец туда затаскиваем и палец сюда так выворачиваем там внутри он как в разутюжку ложится очень аккуратно вот так делаем очень пока мы вот это не вывернули здесь пока завернем обратно что будет сложно наводить сам припуск сложно вот так вот берем у нас же все четенько было да ну да и вот так давай навете наметим сначала вот этот вот край вот так 4 ну так по всему кругу наметь мне вот эту линию и и дальше сейчас продолжим вот дойдешь вот сюда вот это вот краем просто так легче наводить что потом сейчас я там закреплю и ну как вывернул заколю и будет вообще неудобно вот сюда приходить к этим всем почаще скажем так ну его можно полосочку вот выворачиваем вот это лучше посерединке и вот это также как я тебе начинала говорить и там как в разутюжку внутри а потом вот здесь вот такой вот очень интересный момент все зависит от того насколько четко были прострочены и наведены все линии видишь я вот там как разложила можем даже начинать не самого угла а вот с этих вот момент видишь вот это вот по серединке вкалываем булавку это это то есть вот он даже вот начиная оттуда я уже вижу что он четенько ровненько лежит и вот эта часть зафиксирована у нас уже вот на идея она должна всегда так идеально лежать если вот все моменты соблюдены она будет идеально лежать и она лежит еще то что что она заутюжена там было да так вот так вот так вот раз два и там она разложилась и здесь никаких уплотнений ничего такого нет и тут она хорошо лежит вот так вот так вот и тут наметываем закрепка жиг-жиг на металле желательно посередине хорошо и по кругу вот так метаешь 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 вот до этого края так эти дальше потом пока мы выворачиваем нашу юбку на изнанку вот она вот так красивенько у нас выглядит и отберем нашу заготовленную подкроенную правильным образом подкладку вот она у нас вот так будет значит как правильно ее присоединять вот ты вот так положила и полностью ее одень на юбку чтобы не было никаких там перекосов еще чего-то ну чтоб правильно сейчас ее присоединить вот она да у нас теперь смотри вот это у нас должно быть вот так нам же надо лицом к лицу сделать вот так раз на колону вот так раз чтоб правильно ее там поставить а эту мы вот так вот раз вот так и быстренько какой-то булавочкой да а теперь чтоб дальше было удобно мы выворачиваем вот эту вот подкладку чтоб нам удобно было вот это делать все вот видишь просто по-другому можно было что-то не так там наколоть и вот у нас вот эта часть сейчас мы заодно проверим наш низ и скорее всего что нам надо будет просто его обликать вот и теперь вот тут отверха мы начинаем вот так накалывать вот так уравнивая здесь срез у нас же все четко было мы же подкраивали по выкройке осморобленным да лицом к лицу и вот так вот ну фактически ничего не растягивая ничего не припосаживая вот так и вот так вот накалываешь если я проверю там до низа видишь чтоб не было ни там ни там не набегало хорошо и так до низа докалывает потом сейчас доследим значит чуть-чуть больше булавок наколоть потому что видишь оно там я промеряла да где-то там 3-5 сантиметров вот тут у нас как раз вплотную вот сюда идет вот нашему припуску вот так это тоже заправляешь вот этот самый и ты строчишь вот так накалываешь булавки приклеивай мне вот сюда булавку ровно на сантиметр не на миллиметр больше ни в коем случае у тебя есть рейка на твоей машинке я не умею а есть вот но не более ни в коем случае даже на миллиметр больше по подкладке и строчить да строчишь по подкладке то что более тонкое всегда и тянешь вот тянешь строчишь эту сторону и ту сторону то же самое а теперь берешь синюю нитку в гуг и тебе буду показывать как делать подшивку с напуском давай а я же делала тогда сделаю приточали нашу подкладку к вот этим припускам шлицы на один ровно на один сантиметр просто ровно ну да просто разучиваю еще раз так смотри вот теперь вывернули на изнанку и вот что теперь получается вот эта часть у нас ну иногда я ее заутюживаю вот в эту сторону чуть-чуть но это очень аккуратно я покажу как а вот эту сторону которая наплывает на шлицу вот она как закрывается то что я тебе говорила что она будет вообще не видно то есть она в стык все будет вот так мы должны вот так взять выметать вот так вот в раскол да вот так выметать в раскол и на 0,1 прострочить от верха до низа и вот это выметаешь и вот это до низа прострочишь вот то второе не строчим только вот эту сторону еще раз покажу вот эту да я поняла да которая закрывает ну тут по логике понятно что другую не сделаешь мы отутюжили вот эту часть то что при настрочили вот на 0,1 примерно да ее чуть потянули отутюжили здесь тоже отработали а теперь берем нашу вот эту вот колодку вот вот и сейчас без самой юбки без самой юбки вот без самой юбки чтобы на юбку не попасть аккуратненько вот так отодвинули чтобы не сделать ни лаз там ничего такой на два с половинкой он стоит и просто слегка вот эту часть как заутюжили она четенько-четенько лежала но очень аккуратно чтобы не та самая вот вот там вон как ага да обязательно на колодке без пара ни в коем случае пара чтобы тут даже близко не было это все это что без пара это ну тут мы шоу утюжим девчонок можешь взять потом видео все теперь будет очень хорошо смотреться ага все и мы тут готовы вот смотри что у нас получилось что с паром делается ну вот оно теперь четенько все лежит видишь как красиво но тут еще будет один момент какой вот видишь она так открывается вот тут еще будет внутри закрепка я тебе покажу как ее взять мы сначала пояс присоединили потом я вот эту закрепку тебе покажу как делать видишь она как красиво тут не видно ни вот этих а что обычно делается берется вот так подкладка она не доходит сантиметров не знаю насколько 5 10 20 до низа вот так вот делается вот так под шлицу вырезается и все ну я не знаю как назвать эту обработку которую я показала но вот это я называю ее кутюровской обработкой все швы отутюжены и все правильно было подогнано все вот такая красота единственное здесь конечно оно должно было совпасть ну что-то может там случилось ну вот тут вот видишь вот я даже ничего не делая просто положила но все идеально у тебя тут рукава вот делаем расстегиваем здесь вот эту вот молнию вот она у нас так лежит и вот так вот подсоединяем но сначала как мы уже и делали вот эти вот заутюженные выточки мы просто фиксируем как им надо ложиться они могут вот сюда совпадать а могут на миллиметр не доходить это очень-очень важно так же самое со всеми выточками и с боковым мы сначала их прокалываем вот и то же самое боковой же вот сюда назад да вот эту заутюжку которую мы сделали мы ее вот так фиксируем так видишь да да и вот здесь да вот эти тоже заутюженные и на подкладке вот это ты все сделаешь а потом это вот оригинальный вот да мы сами написали как это вообще более поколаврская в год стопроцентная да ну вот вот и вот так накалываешь да вот так как соединяешь по идее, у тебя вот тут все должно совпасть ну, надо вначале тут, а потом да, да, сначала контрольные точки по боковым а потом вот тут центр с центром да, вот он тут может немножко это самое больше будет подкладка, потому что по пару миллиметров мы застучили, а там нет слегка припосаживаем, хорошо? все, давай вот так, намочили да, почему-то мне плохо вот тут, у нас он продублированный да, пояс с одной стороны обметанный намочили квачом обязательно лапоть рядом вот так, вот наезжаем вот эту часть растягиваем, а тут сутюживаем вот так, тянем, сутюживаем вот так, тянем, сутюживаем только небольшую здесь складку давайте, иначе она это будет складками закладываться а не сутюживаться так опять, тянем, сутюживаем тянем, сутюживаем тянем, сутюживаем эту часть, которую отутюживаем мы вот так вставим лапоть тут покажи вот, здесь вот эту часть ничего, ничего, ничего я же контролирую получается вот такие теперь вот так кладем сейчас пускай полежит чуть-чуть чтобы оно остыло вот, я убрала лапоть, смотрю какие-то как поморщики такие давай, я уберем морщинки ой, они убрали справа не тянешь? ну, очень аккуратно, чтобы ты обратно ее не растянул не обязательно фиксируем лаптем обязательно без лаптя вообще, можно даже это не делать сразу говорю вот оно должно прохладным быть не горячим горячим нельзя его перемещать иначе эта вся утюжка распадается это легкий способ делать вот эту формировку есть посложнее там надо настрачивать посередине кусок подкладки чтобы она сдерживала форму да на сантиметрик отходим мы тут вот от края все мы присоединили красиво вот эту штучку присоединили да, она там ну, высчитываете относительно пояса главное, что когда мы ее прострочим чтобы она выше пояса не заворачивалась ну, не было видно но она обычно в таком вот случае она всегда вниз будет даже она одевать будешь юбку она все равно внизу будет она не будет главное, чтобы не вот такое было вот это ужасно просто вот такое да вот так вот присоединяешь идеально стык кверху вот тут уравниваешь и вот так вот потом можешь четверочкой даже строчить булавки никакие не убираешь ну, вот так с каждые два сантиметра ставишь булавку и по кругу мне вот это все держит вот так вот я готова так закрываем волну и смотрим чтобы волнула у нас тут вот закрывалась идеально ровно вот идеально ровно у тебя закрывается ты молодец потому что ты учитывала все вот эти вот припуски до сантиметра да приятно вот отлично все хорошо теперь смотри что мы дальше делаем расстегиваем и сейчас обрежем вот это вот все лишнее таким вот образом всегда складываем вот так вот оно там само и легло да но вот смотри здесь надо под прямым углом вот так вот обрезать не вот под это подстраиваться от вот этой вот поверхности под прямым углом это будет вот так вот это меня интересует от него под прямым углом можно закалывать можно не закалывать лишнее убрали хорошо на этом буду тренироваться петлю делать так и с другой стороны проверяем что у нас тут ну просто проверяем вот этот когда закрепки делаем всегда под корень обрезаем вот эти все ниточки легче будет ну в принципе вот здесь тоже она почти тут надо это запомнить что видишь она вот настолько отходит не дотягивали здесь видишь я уже не буду ее на 0,5 срезать я хотела срезать срезанную 0,5 будет сложно там вот так делать под прямым углом от вот этого нет вот этого от вот этого вот этого все теперь то же самое манипуляцию как и в потайных молниях вот так вот этот центр фиксируем да то переворачиваем вот так вот вот и относительно центра да что все закалываем вот так центр раскол на ребро в раскол как хотите вот так видишь чуть-чуть подтягиваешь ее вот так вот 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 так вот 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 закрепка закрепка когда ты все сделаешь вот это да я убираю вот эту вот что на тени мешала на котором самое на ребро было здесь главное вот 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 этот чтоб ты не пристрочила вот этот вот вот этот вот ты вот тут отсюда отсюда вот отсюда строчишь с этой стороны и вот здесь то же самое вот эту часть почему очень важно чтобы у нас пояс уже был от утюжены и зафиксированы вот эти моменты они очень благодарны и видно куда чего делать а когда-то не заутюжена ну там вот это тоже берем чтобы потом вдруг не забыли вот эти ниточки по моей же собственной примете не переделывали кушу сфера раза раз получилось все отлично и вот так вот уравниваем уже вот это вот все запросто сейчас за ним закрепка закрепка тоже чтобы вот эту не захватил муж ее даже вот так загнуть вот это главное не застрочили теперь вот так берем вот такой момент вот этот кусочек мы его туда оп вот так вот такое движение оп вот так вот так да чтобы на уголок оно было и зафиксировали вот так тут же сразу же вот это вот а теперь чтобы все дальше у нас хорошо красиво получилось нам надо сначала вот эту часть фиксировать булавкой вот так вот ну через каждом 3-5 сантиметров обязательно вот это вот чтобы этот край никуда не сдвигался а теперь получается что вот этот припуск вверх а этот вот так наплывает еще раз этот вверх а этот вот так наплывает да ну теперь очень легко это делать оно уже вот все легло вот все даже особо сильно так что-то делать не надо и вот так вот вот то же самое вот так оп и там прям чувствуешь чтобы оно вот не забегало куда-то там вот оно ровненькое вот видишь оно так красиво ложится оп и фиксируешь оп оп главное до шва и после шва чтоб у тебя выходила булавка вот так да главное чтобы вверху она была вот так опять через каждые 2-3 сантиметра оп оп до шва и после шва эту теперь можно убирать и опять и так по кругу сейчас я там вторую сторону сделаю вот эту тут тоже самое вот так оп вывернули и тоже здесь вот так оп чтоб спрятать тут уголок да так и тут в раскол вот эти два шовчика шовчик оденут тоже выше ну ниже выше да нет все фиксировали и опять вот так вот фиксируем 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 здесь вверх припуск а это вот так наплывает да и вот то же самое мы садимся на машинку и начинаем отсуда сделали заклепку и вот так едем лучше, тише едешь, дальше будешь берешь и вручную колесо прокатываешь тогда идеально вот тут в раскол это легче, чем делать отделочную строчку тише едешь, дальше будешь четверочкой ширина стежка 4 мм значит, застегнули молнию вот она застегнули потом я вот так тебе подложу и что мне надо сделать мне надо зафиксировать смотрим, где у нас закончилась молния вот в этом месте и я ее чуть-чуть выше подниму и заколю вот так, например, булавкой вот так но мы же насквозь не можем строчить поэтому мне надо подлезть вот сюда выше снимай вот сюда рукой залазим между подкладкой и самой тканью вот сюда и вот там удержать так ручками вот эту часть а, можно перед этим вот это проманипулировать, посмотреть смотри мы с тобой открываем молнию вот так вот открыли и у нас на разрыв должна идти вот эта закрепка, а не молния но сильно высоко я взяла да? значит, нам надо переместить чуть ниже мы ее опять закрываем и давай хотя бы на сантиметра на два ее опустим вот, оно должно в ровном, плоском состоянии лежать вот так давай еще на сантиметра два вот так и опять открываем вот так вот и смотрим что у нас на разрыв а теперь в данном случае на разрыв молния а надо чуть-чуть выше да? бывает с первого раза получается бывает не с первого раза получается вот, теперь опять вот, обязательно вот так прокатываешь да? вот она у нас была вот давай на 0,5 поднимем вот сюда оп и опять и опять тут все-таки молния начнем еще чуть-чуть нажми паузу хорошо? делаем узелок и на боковой шов юбки на подкладке делаем вот такую закрепочку это у нас утро девочки только встретились да? меняться всеми новостями вот раза 3-4 на одном месте и потом делаешь один раз но его не затягиваешь вот так вот так и начинаешь вот так сюда рукой и вот так эти придержать начинаешь плести вот так и вот так плетёшь где-то плетёшь но не вышли больше вот этого расстояния с ищущего ширина этого прикоснов 6 он так что продержал вот так сантиметрика 3 обычно не больше чем плетёшь 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 а потом в конце просто один раз туда и просовываешь все она те же никуда не распустится если ты так не сделаешь на те распустятся вот и сделала смотрим где наш боковой мы чего-то не туда не заделали вот вот наш боковой присоединяем его вот сюда вот к этой стороне вот боковому на юбке так благодаря вот этой вот вешалочки грубо говоря у тебя юбка когда ты садишься и встаешь не вылазит не поднимается она все время фиксируется на одном уровне это дополнительный комфорт и удовольствие тоже тут 3-4 раза и между тканями протянула ниточку я всегда так делаю никогда не обрезаю под корень и только чуть-чуть дальше ее обрезала все так же самое со второй стороны нет ну в этом же номер вот так вот так на пятерочку а здесь вот так на петлю надо смотреть вот эту лапку я не вставляю сюда вот эту вот вот сюда вот эту пуговицу потому что когда ее вставляешь тут такой механизм заложен что она делает петлю на 0,5 больше не надо оно поэтому я ее туда не это самое я ее вот так беру ставлю сейчас чтобы вывести вот эту нитку чтобы она тут сверху не было все она дальше там сама идет а здесь есть такая хитрая штучка вот тут смотри не я не опускалась вот она оп слышишь щелкнул вот тут даже нарисована вон петелька видишь видно вот и она пошла теперь в другую сторону это петля автомат аааа а я не щелкала ему думаешь что такого у меня не хочет она не делать даже до конца куда-то дойти до какого то там вот и проверяем смотрим что у нас тут ну еще подается ровно вот так и сейчас намечаем вот здесь петельку мылка мылка вот мы с тобой вот так вот ровно посередине метим и сколько сама пуговица столько и отступаем это если нет отделочной строчки если будет отделочная строчка то от отделочной строчки кладем пуговицу и потом только намечаем а здесь не это делаешь но здесь вот так сколько пуговицы столько и это это только в брюках и юбках там верхней и нижней покажу расчеты немножко по-другому все теперь положили на правой стороне которая закрывает и вот так вот ставим вот сюда ровно посерединке и я еще дополнительно я же на глаз там проводила серединку то здесь я сейчас вот так ее ставлю чтобы вот это расстояние здесь было равнялось вот этому расстоянию ну вроде ровненько все просматриваю чтобы она ровненько стояла идет вначале она назад но перед тем как начинать второй раз петлю делать нужно сделать сброс вот сброс а теперь она пойдет обратно обратно если не сделаешь сброс на тебе будет на одном месте или вообще ничего не будет делать здесь ей надо иногда помогать вот на вот этих вот уплотнениях дошли до метки нажали вот тут вот вперед она щелк сделала пошла вперед почему ей надо тут чуть-чуть помогать потому что вот у тебя тоненькая ткань она плотная ткань она может просто на месте стоять или очень мелкий там какой-то шов делать то есть вот после этой закрепки можно спокойно под корень за обрезать все наша петля готова разрезать вот если нас на всем устраивает то хорошо хорошо сюда заходим и так вот и разрезаем посерединке аккуратно чтобы там ничего лишнего не задеть вот мы ее обрезаем и делаем такое движение вот так да притрушиваем и нажимаем пуговицы будет оттуда сюда ходить ходить и вот теперь вот эти ниточки вот так вот обтрепываешь вот эту надо вырезать ниточку на потом вот это все вытрепка вот эта вся вот тут хорошо что нас темный был флизерин а если белый будет очень сильно видно поэтому надо всегда флизерин примерно в цвет ткани подбирать все теперь что мы дальше делаем закрываем нашу молнию вот тут вот смотри потом потом тебе дальше покажу сюда смотришь хотелось вот вот у нас кусочек центра сзада переда остался вот эта линия и мы должны сейчас вот так подставить вот так вот видишь мы что-то очень старались у нас тут все будет очень ровненько да и теперь в начало вот этой пуговицы вот так вот ставим вот эту вот булавку вот так вот туда и прокалываем и теперь вот четко в это место будем пришивать пуговицу теперь мне нужна нитка с иголкой сейчас я сразу покажу как пришивать чтобы это было видео делаем узелочек специально делаем узелочек и я начинаю сделала чтобы не распустилась вот это вот не торчало там микро там узелочек есть микро я не начинаю с изнанки я начинаю с лица и вот прям в лицо вот так раз потом спрячет сама пуговица раз и я буду строго за один миллиметр пришивать чтобы не было там куча какая-то навороченная теперь вот это можно убрать и вставляем сюда вот эту пуговичку нашу и вот вот место мы без ножки делаем потому что нам надо чтобы сзади на хорошо прилегала вот тут конечно темная ткань просто не очень видно хорошо вот там буквально вот за один миллиметр пришивать раз там шесть семь восемь и все время смотрим куда мы куда вот буквально там миллиметрик может два миллиметрик от силы не должно быть там куча 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 вот видишь вот она буквально там миллиметр два так 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 Точечка буквально одна. Поэтому я и прячу вверх вот этот вот узелок. Вот очень качественно и очень красиво. Яна, надо, чтобы ты дала мне тоже его телефон. Мне всегда будет приятно, когда мне... Вот он в нём сидит, и он такой, ой, какая прелесть. Вот, видишь, а теперь вот 6-7 раз сделали, да, там, то вот в эту петельку взяли, просто очень липкая тоненькая иголочка. Я боюсь, что я её сломаю. Сломаешь, там ещё есть. Ну, мне же надо доделать. Ну, хотя, вот ты сначала продыгиваешь, куда мы там делали, потом делаешь на месте вот так 3 раза примерно и аккуратненько затягиваешь. Вот это вот всё. Вот так. Оп. 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 Затянула её, поправила там. И потом опять же вот сюда вот сквозь ткань, между тканями протянула. Ну, смотри, чтоб на лице не было видно. Вот всё. Наша красотища готова. Всё. Пуговица пришита. Вот шлицу. А у нас тут не было отделочной строчки, да, вот идеальный наш угол, вот идеально она у нас прилегает, вот смотри, видишь. Вот так должна быть подкладка в итоге потом. Вот так идеально сидеть, лежать, сидеть. Вот. И вот, смотри, вот так мы прокатываем. И мы сейчас в двух местах её подзакрепим. Её вот так сделаем. Но здесь такие как воздушечки будут, потому что она у нас изнутри там не проклеенная осталась. Я упустила этот момент, надо было бы вот эту ткань проклеить там изнутри. И мы сейчас покажу, что будем делать. Вот так. Даже если мы не проклеивали, всё равно мы вот это делаем. Вот так. Сейчас мы тут делаем вот такую вот эту вот штучку. Ну, вот. Последние, самые-самые последние, это же наша вешалочка, да, которая не больше трёх сантиметров, ну, не больше от этого припуска. То есть даже если она будет вот так, видишь, она даже сама не выпадет потом, не будет её не видно ничего. Вот. И теперь вот так вот. Залазим сюда. Вот у нас тут вот. Вот. У нас тут вот. У нас тут вот. Мне кажется, он китайский. Вот. Вылазочка, да? И мы тут вот так вот аккуратненько тут делаем. Они, наверное, знаешь, у них какие-то эти прессы, они вырезают. Сразу, чтобы сразу. Просто припуски вместе между... Ну, тут можно зайди, нужно два, но уже так лёх. Вот. Сначала надо закрепить. Вот я закрепляю. Разу три, четыре на два месте. А вот здесь оно ровненько лежит. Главное, чтобы там оно чётко лежит. Видишь, вот лежит и всё. Берём за одну ниточку, ровно одну, и сюда же. Вот. И здесь делаем маленький такой напуск. Вот. 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 И опять закрепляем разу четыре-пять. Вот. Ну, короче, я не скидываю всякие видео. Вот здесь ты пока что не купи какую еду. Даже если ты купишь солёную еду, которая, а то и полагает быть солёной. Ну, например, чипсы, на которых нарисовано шоколад. И пропирсаешь мысли. Ну, типа суши. А не сладкие. И всё, короче, сладкое. Улия с шоколадом. Вообще. Такое ощущение, что на всех продуктах насунут сахар. Так. И решили, что соли. Ну, вот этого, да? Угу. Ну, это же, ну, как-то, что грязь, ну, везде они нельзя. Тут же, как-то там всё убирают, но мне как-то вообще моя ручина шла пешком. И опять вот ровненько она лежит, чтобы оно не перекосилось, чтобы нам вот этого напуска. Не надо было, чтобы оно там, ну, как-то пыталось вместе лежать. Такое. Вот. Опять за одну ниточку, но не за пушок за ниточку. Вот. Вот. Напуск. И еще такой. Хороший. Вот. 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 И все. Теперь спокойно затлешь лицу на всю ее оставшуюся жизнь. Вот. Набираем вот эти. И сейчас мы тебя даже можем посмотреть. Давай вот. Видишь, с лица ничего не видно. Вообще ничего. Но она зафиксирована. Смотри. я не могу вот так сделать но она теперь тут же не зафиксирован край не проклеивать я имела виду только припуск шлицы да никакими кромками кельевыми не дай боже это сделать лучше вот такими воздушками делать все эти юбочка готова можно одеть